Я сегодня поддерживаю Дашу, потому что мне кажется, что ей больше всего нужна моя поддержка. Я в кульсе того, что происходило, когда я ушла. Я в кульсе всего, поэтому я считаю справедливым поддерживать Дашу. Хоть я, конечно, думаю, что у нее мало шансов выиграть только из-за того, что ее вернули, но я болею именно за нее, потому что мне кажется, что все остальные девочки как-то немного приукрашали все свои истории и все в этом роде. Вот. Я поддерживаю Дашу Майстренко. На самом деле я ни за кого не болею, потому что я считаю, скромно считаю, что я для себя победитель. Больше я, наверное, желаю победы Даше Майстренко сегодня. Я думаю, что она действительно достойна, потому что как человек она хорошая, она скромная, она никогда не была в каких-то конфликтах, и мне она импонирует, и я думаю, что она победит. На финале три девочки мне импонируют, все. Я, если их троих выбирать, то я больше за Таню Брык. Как бы я за Таню. В плане числе из-за того, что она реально вот именно старается вне проекта и в проекте, да, то есть вне съемок и в съемках. Это так, это факт. Я болею за Таню Брык, потому что еще когда я уходила, я сказала, что единственное, что я не успела в проекте, это постоять с Таней Брык в финале. Поэтому я желаю ей победы. Я знаю, что она победит. Больше некому. Я сегодня болею за Сашку, за Сашку Литвин. Походу, единственная, кто за нее болеет. Но, миллионный раз повторю, все, кто против, можете отойти, выключать телевизор и все это выглядеть, потому что вы будете очень расстроены исходом этого финала. Потому что Саша просто best of the best, правда. Ну, такие люди должны побеждать, по моему мнению. Ну, такие, как Саша, только такие, как Саша. Что говорить? Приветик, приветик! Я не могу сказать, что я сегодня за кого-то именно болею. Пусть победит сильнейший. И все. Я болею за Таню Брык. Я считаю, она достойна победы. Плюс я просто, на самом деле, хорошо к ней отношусь. Я считаю, у нее много модельного опыта, у нее классная социальная позиция. И я придерживаюсь меня, что должна выиграть Таню. Конечно же. Неочевидным является этот прекрасный факт. Конечно, я болею за Таню Брык. Потому что я ее люблю. Ну, а потому что я ее люблю, потому что она сильная. И, как бы, я считаю, что это самая сильная трансформация из всех девочек за этот сезон. Я в финале болею за Таню Брык, конечно же. Только за Таню Брык. Только за Таню Брык. И только за Таню Брык. Потому что она начала этот проект, грубо говоря, с первого сезона. И вот я хочу, чтобы она его и закончила. Чтобы она победила самые большие, на что есть, супер топ сезон. И все было хорошо. Я за Таню Брык. Сегодня я не болею ни за кого. И одновременно за всех. Потому что все достойны. Потому что этот путь был очень сложный, чернистый абсолютно для каждой из девочек. Прежде что, каждый из них очень достойный. Очень молодец. Потому что это многого стоит. Вот эти два сезона моделей, телепроекта. Это сложно. Они молодцы. Все. Я болею сегодня за Таню Брык. По тому поводу, что она действительно достойна победы. Я могу аргументировать, почему. Но вы и так должны понимать, что она самая лучшая девочка на планете, на проекте. Как хотите, так как вам больше нравится. Но опять же, знаете, вообще-то тяжело очень сильно так рассуждать, судить. Потому что х**ть знает, как они там работали. Что они вообще там делали. Кто х**ть говорился, как бы, да? Не, я финал представляла таким, как он есть. Коим, напевно, Саша Литвин. Я не думала, что она попадет в финал. Болеваю, мабуть, за Дашу. Ну, она меня симпатизирует, как людина. Я болею за Таню Брык, потому что Таня Брык просто безумно красивая девочка. И на первой неделе, когда я еще была на этом проекте, я не могла отвести от нее глаз. То есть, несмотря на то, что там, возможно, какие-то девочки приложили больше усилий для победы. Но вот ее внешность, она просто выигрывает во всех топ-моделях мира. Ой, честно говоря, честно говоря, не болею ни за кого, потому что победа все-таки за мной, как бы. Вот, четверочка. И, не знаю, сказать, что я прям за кого-то болею, хочу, чтобы выиграл, нет. Но я знаю точно, знаю точно, что, так как я говорила уже, что Даша до конца проекта и до конца жизни моей будет несправедливо, что ее вернули, и вообще все непонятно с Дашей, поэтому не хочу, чтобы Даша выиграла. А если это будет Таня или Саша, то порадуй за них. Таня и Саша, в принципе, заслуживают это. Сегодня ваша любимая героиня болеет за Татьяну. И выиграть должна только Татьяна, и никак по-другому. Вещи сон, понимаешь, золотое платье у Татьяны, и она победитель. Так что Таня должна победить на 100%. И никто другой. Ни Литвин и ни Даша. Я не могу сказать, что я прям болею за кого-то, все достойны выиграть, но для меня будет самым интересным, наверное, поворотом событий, если выиграет Саша Литвин. Это будет прикольно, это будет неожиданно, и это покажет, что не только девочки с какой-то суперстандартной коммерческой внешностью могут чего-то достичь в украинском модельном рынке. Если честно, я думаю, что это должен быть грандиознейший просто сезон. Я, если честно, мечтала о таком сезоне, чтобы все любимчики собрались в одном сезоне. Три финалистки, две девочки из них, мои фаворитки, особенно одна. Я очень рада, и я думаю, что она победит. Вообще, думаю, был сложный сезон, но 100% было очень интересно. Вообще, я фанатка третьего сезона супермоделей. Вот, поэтому конкретно девочки из этого сезона, мои фаворитки, мне нравится очень Даша. Обе Саши мне нравятся. И вообще, я бы хотела еще, чтобы Света была, но да ладно. Я думаю, что победит Даша Майстренко. Вот не знаю, что-то у меня просто такая чуйка. Я за Сашу тоже болею Литвин, но за Дашу как-то просто именно чуйка. Вот именно поэтому я за нее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!